Зайцы разные и нужны, решили несколько лет назад мастера Олег и Инна Бороденковы и начали создавать коллекцию образов. Первые появились вообще, как мы их называем, зайцы без глазей. Чисто декоративный заяц, заяц в горох. Прототипом следующего образа стал персонаж мультфильма Винни-Пух. Раз я из Винни-Пуха, давайте очки. Я долго мудрила, где же брать эти очки, но потом сама придумала, как их делать. Самое интересное, что сначала был заяц в очках, просто заяц в очках, как из Винни-Пуха. И одна покупательница, которая в восторге покупая его, даря там семье на какой-то юбилей паре семейной, сказала, товарищи, а где девочка, мне нужна пара. Сейчас в мастерской художников уже более 30 заячьих образов. Вот есть такой, вот почти такой же, но он будет смотреть сюда. Здесь будут очки. И уши у него по-другому. И уши по-другому. Вот такая девочка есть. Есть вот такая девочка, но вот на зиму. В валенках. Нет зайца похожего на другого, по выражению морды. Да и одевают их в разные наряды. Начнем с того, что само слово красное, да, там красная девица, красное это. И игрушки, ты заметила, там городецкая роспись, красная, желтая. Хотя для меня эти цвета очень, они какие-то кричащие. Я люблю пастель. Ну, судя по детям, которые выбирают игрушки, начиная там с полтора годовалые, да, они почему-то руки тянутся к ярким. И мне мама тут одна сказала, ребенка, вот беда наших мам, которые одевают еще и детей в пастельки. Нам всем нравятся уже пастельки, это нежность такая детская, а детям нравится яркое. Но так как вот эти малыши-зайцы, они пойдут на елку под вес, то на елке, конечно, хочется яркого. Многие игрушки, конечно, они же считаются, в общем-то, интерьерными. Большинство берет на кухню. Потому что, на самом деле, больше времени проводим на кухне. И смотрим, вот у нас есть одна покупательница, и мы с ней уже стали знакомы. Она говорит, как посмотрю на вашего гусика, потому что помимо зайцев есть еще и гусики, и кошки. И так настроение поднимается. Самая хорошая оценка нашим работам. Кажется, что создать такую игрушку очень просто. И не единичный случай, когда глава семьи отговаривает вторую половину от покупки, обещая все взять в свои руки. Не надо покупать. То есть, что ты будешь тратить, там, 300 рублей, там, какие-нибудь, да, там, 350-500 рублей. Я тебе дома, в Москву сейчас вернемся, и я тебе в квартире сам все это сделаю. Ну, мы говорим, конечно... Так и надо покупать. Да, да, надо купить лист фанеры. Ну, или где-нибудь в Леруа нарежут кусочек, там, какой-нибудь отходы. Берешь, то есть инструмент обязательно должен быть там... Руки из того места. Ну, желательно. Может, какое-нибудь получится оригинальное произведение. Сюрреализм, там, экспрессионизм, наверное, ближе. Не сложно, на первый взгляд, создать и вот такого зайца? Отходы, как бы, вот, кто в частном доме живет, есть. Вот я, вот, пилил-то, оставались. Так-то раздал, вот, хорошо остались, да. Все очень просто. Берешь цепную пилу, щик-жик-жик, собрал. И, ну, тут сделала мордочку. И все. Шкант, кокосовые пуговицы и проволока. Все это нужно для создания мордочки. Заяцы от Борденковых излучают оптимизм. А ведь это именно то, что нам всем так необходимо.